Насколько довольно большое количество подписчиков задают мне вопрос о разборке вот таких импульсно-шеобразных трансформаторов, решил вкратце описать процесс, которым пользуюсь я. Не знаю, может быть, еще люди пользуются вот именно этим способом. Но чаще всего в интернете, на всяких радиотехнических форумах советуют бросить трансформатор в кипяток, нагреть и так далее. Вообще есть метод гораздо простой и надежный, чем любой другой, на мой, конечно же, взгляд. Просто вот трансформатор от инвертора, полторы киловатт китайский, довольно большой сердечник, габаритная мощность, вставляет где-то тысяча с чем-то ватт. Для разборки нам понадобится мощный паяльник, в моем случае отечественный, на 100 ватт, сам трансформатор и консолярский ножик, которым мы будем снимать скотч, которым обмотываем трансформатор. Сейчас я найду край. Он нам, конечно же, еще при сборке трансформатора пригодится. Хотя можно, конечно же, использовать обычную изоленту. Давайте снимем. Краешек я, походу, не нашел. Поэтому будем разобрать, как попало. Как вы поняли, процесс представляет из себя довольно простой. метод, в ходе которого мы будем греть магнитопровод, то есть сам сердечник, с помощью паяльника. Конечно же, мощность паяльника зависит от габаритов вашего трансформатора. Если, скажем, трансформатор имеет размеры наравне с компьютерными блоками, трансами, которые применяются в комповых блоках питания, то можно использовать обычный паяльник из паяльной станции с мощностью не более 60 ватт. Поскольку у нас довольно большой сердечник, то мы будем греть с помощью вот такого паяльника. Ну, конечно же, нам нужен, как бы, противовес, да, ну, точнее, некоторый фундамент, чтобы паяльник держался ровно. То есть нам нужно именно вот сделать так, чтобы плотно стыковался паяльник с сердечником. Можно использовать любой удобный предмет. Давайте мы будем вот так. Это у нас содержатель для паяльника. Вот так. В таком положении нужно держать до тех пор, пока, ну, где-то в минутах это примерно 30 минут, но это довольно много, поскольку паяльник мощный. Ну, 20 минут вполне хватит. Дальше мы берем полоскогубцы и аккуратненьким образом будем разъединять сердечник, то есть половинки сердечника. Сейчас мы подождем, пока все это дело нагреется, и дальше поясню. Вот и наш сердечник уже нагрелся до нужной температуры. Вообще у меня руки все в мозолях и кожу не чувствую, поэтому, думаю, смогу разобрать без каких-либо дополнительных предметов. Но будьте осторожны, можно получить ожог пальцев, поэтому использовать две полоскогубцы, просто сердечники в разные стороны, и у нас трансформатор будет разобран. Ну, а я попробую все это делать руками, хотя горячо довольно. Вот мы видим, что без особых проблем. Вот так. Как мы видим, неудобно показывать, довольно горячий. Как мы видим, никаких переломов нету, ничего не отломалось. Сердечник в целости и сохранности. Кстати, вот эта часть с обмотками тоже довольно сильно нагревается, это полностью нормально. Ну, конечно же, температура не до такого уровня, чтобы расплавить лак на проводках, но довольно высокая. И этот метод, как вы поняли, опять же, по вашим просьбам, поскольку в комментариях многие, довольно большое количество людей задает именно вопрос, как разобрать шеообразный трансформатор. Вот вам простой, примитивный способ, и бросить в кипяток не нужно. Можно и попортить таким образом трансформатор. На этом, друзья, все. Не забывайте подписаться на мой канал, на дальнейшие видеоролики, которые снимаются, опять же, по вашим просьбам. До новых встреч. С вами, как всегда, был АК Касьян. Пока.